Со старта нового отопительного сезона в Большом Харциске прошло чуть больше недели. Но до сих пор самым популярным вопросом при встрече знакомых остается «ну как у вас с теплом?». Теме теплоснабжения будет посвящена большая часть материалов сегодняшнего выпуска новостей. В целом на запуск котельных у коммунальщиков ушло два дня. Однако, как это обычно и бывает, без проблем не обошлось. Обо всех этих сложностях и мероприятиях по их устранению сегодня шла речь на традиционной пресс-конференции главы городской администрации Александра Левченко. В Харциске, по счастью, никаких особых трудностей с подачей тепла многоквартирные дома и объекты социальной сферы города не возникло, отметил Александр Левченко. За что и выразил свою признательность коммунальщикам. Одновременно с Харциском 15 октября котельные запустились также в Иловайске и частично в Зугрессе, где обнаружились некоторые проблемы с подачей теплоносителя. На сегодняшний день, сообщил градоначальник, порывы на внутридомовых сетях устранены и в квартиры пошло тепло. Да, конечно, были сложности на начальном этапе запуска. В Харциске, конечно, я вам хочу сказать, по сравнению даже с Зугрессом и Иловайском, намного было меньше проблем. Невзирая на то, что у нас в разы больше жилого фонда, количество домов. Но к понедельнику, вот к этому понедельнику, все аварийные ситуации по Иловайску были устранены. Что касается и по жилому фонду, и по теплотрассам, там пару нюансов таких неприятных, как говорится, появилось. Детские сады, школы были запущены, больница была запущена в Иловайске. То есть, бригады все, коммунальщиков, отработали слаженно, с полной отдачей сил. Вчера по городу Зугрессу, к 18.00, все дома были запущены. Ну, там по стоякам есть еще вопросы, я думаю, в течение дня-двух они будут закрыты. Ну, ни одного запуска беспроблемного, я не помню своей истории, все, вопрос затягивается во времени. Сколько эти все проблемы будут устраняться? Мы устранили в кратчайшие сроки.